Дум 4, дорогие друзья, он же просто Дум. Очень чтит традиции своих классических прародителей, тем не менее является сюжетным перезапуском истории, то есть всё, что мы знали об этой игровой вселенной. Пришло время забыть и начать её летописание с ноля. В отличие от Дума в предыдущих, в Думе 4 мы не просто выживший солдат, охранник, морпех, мы древний воитель, полумистическое существо, которое борется с исчадиями ада испокон веков. В нашей предыстории очень много белых пятен, и многие моменты нужно додумывать, дофантазировать, и это, видимо, вследствие двух факторов. Во-первых, к Думу 4 ещё наверняка будут выпущены не только мультиплеерные, но и сюжетные DLC, что нормально, к Думу 3 тоже аддон выпускали, и в этих дополнениях, вероятно, нам многие сюжетные моменты прояснят. Во-вторых, разработчики, мне кажется, решили отойти от линейного повествования и дать волю нашему воображению, чтобы мы додумывали детали истории, строили теории и тому подобное. Я сейчас буду рассказывать, и вы сами поймете, что я имею в виду. Хоть в сюжетной кампании Дум многие наши вопросы остаются без ответов, тем не менее, сюжетный костяк этой игры вполне понятен. Давайте раскатаем этот комок знаний, полученных урывками в ходе игры, как тесто с калкой, и пройдёмся по истории нового Дума в хронологическом порядке. В первую эпоху, в первой битве, когда тени впервые стали длинными, выстоял один воин, рассказывает нам закадровый голос. Какая нафиг эпоха, какая первая битва, какие, блин, тени? Ну, вероятно, солнце когда-то стояло в непрекращающемся зените над некой поверхностью, а потом всё начало вращаться, и предметы начали отбрасывать длинные тени. Но суть вы поняли, история подаётся очень образно. Это хорошо, мне нравится. Поэтому, если вкратце, в первой войне демонов с недемонами, среди недемонов выстоял воин, который настолько пропитался ненавистью к чертям, что был обречён на вечную войну с адом, и от плотного контакта с оном обрёл суперспособность, он научился подпитываться смертью убитых им демонов. Таким образом, разработчики обосновали выпадение аптечек и патронов из трупов врагов. Итак, этот воин, то есть мы, не зная усталости и становясь сильнее с каждым поверженным демоном, начинает крестовый поход против ада, находя в этом смысл жизни. Он уничтожает полчища демонов. Демоны, поджав хвосты, прячутся по углам и слагают о нём легенды, в которых прозывают воина Палачом Рока. Ну, а Рок по-английски, вы понимаете, это Дум. Надо отметить, что Палач Рока не единственный светлый крестоносец в игровой вселенной. Мы встречаем духи других подобных воинов, но истории мы не знаем, возможно, нам её ещё расскажут. Итак, демонов паники, мы на коне. Когда числу убитых врагов уже нет числа, появляется злодей Титан, огромный демонище, который впитывает в себя ненависть всех павших от руки Палача Рока и бросает он ему вызов. Всю эпичность этой дуэли нам придётся самим дорисовывать в воображении, потому что известно только, что Титана Палач Рока тоже одолел. Демоны тогда окончательно убедились в непобедимости нашего чувачка из Думы и на прямой конфликт больше с ним не шли. Вместо этого наиболее хитрым из них удалось заманить Палача Рока в ловушку, в результате которой на него упал храм, в буквальном смысле. Палач Рока таким образом оказался навечно погребён и обездвижен, а на самом храме демона понарисовали рун, предупреждающих о том, что никогда не должен быть раскопан и освобождён тот, кто под этим храмом похоронен. Жители ада наконец вздохнули полной грудью, начали там ходить на свидания, встречать кровавые рассветы, адские детишки запускали в чистом красном небе кожаных летающих змеев, словом, наступила идиллия. Вообще здорово, что в писаниях демонов о Палаче Рока демоном выглядит именно он. С нашей точки зрения он вроде как хороший, а у них он главный злодей, а сами они бедненькие в роли жертвы. Довольно любопытная смена ракурсов. Идиллия эта длилась до тех пор, пока земляне, а точнее ОАК, Объединённая Аэрокосмическая Корпорация, не преуспела в неизменных для игр ДУМ телепортационных экспериментах. Рызкая по параллельным мирам, ОАК обнаруживает ад с населяющими его всякими подозрительными личностями, испытающий его неиссякаемый аргент энергии, суляющий огромные прибыли ОАК и небывалый прогресс человечеству. Теперь важно понять, что такое аргент энергии и откуда она взялась. Очень давно ад вёл войну с народом, населяющим мир под названием Аргент Днур. На что был похож этот народ и были ли это люди, остаётся только гадать. Но известно, что они как богов почитали живших рядом с ними призраков. Призраки, будучи элементалями, были насыщены мощной энергией, которая питала аргент Днур и благодаря которой этот мир успешно сопротивлялся вторжению товарищей из преисподней. Как и в случае с палачом Рока, чертякам не хватило грубой силы и пришлось действовать изящнее. Они провели какие-то мутные ритуалы над призраками, пока те спали, овладели их энергией и пустили на создание колодца, того самого неиссякаемого источника аргент энергии, который в своих потусторонних экспедициях и обнаружили неадекваты из ОАК. С помощью колодца отчане захватили аргент Днур, убили всех его жителей и опять же жили припеваючи, пока спустя сотни лет не припёрлись люди. Среди людей нас в этой истории интересует только двое, оба относятся к высшему руководству ОАК. Самый главный ОАКовец – Сэмюэл Хайден, выдающийся учёный, который вылечился от рака мозга, переселившись в тело робота и став таким образом теоретически бессмертным. Он не любит чертей, но аргент энергию и технологии на её основе любит до беспамятства. Будучи относительно рассудительным существом, он, когда его контора обнаружила в аду заживо погребённого палача Рока, переместил его саркофаг на Марс, где, собственно, и базировался главной офис ОАК. Идея Хайдена заключалась в том, что если эксперименты с Адом и его жителями выйдут из-под контроля, кто бы мог подумать, что такое вообще возможно, то можно будет освободить палача Рока, и тот наведёт порядок. Ну, сами понимаете, так всё и вышло. ОАК-овец, помладше, но тоже очень важный, Оливия Пирс, дама со сколиозом, передвигающаяся благодаря экзоскелету, и в отличие от Сэмюэла Хайдена, втайне обожающая жителей Ада. Оно и, надо думать, владели Юразмом, понабещали там всякого, и в результате Оливия организовала в ОАК культ демонов. Демонов полагалось свято почитать, мечтать о жизни в аду, ну, в общем, вы поняли степень её запущенности. Оливия, будучи первым женским злодеем в играх Doom и, удивительно, выходцем с Кавказа, как и Фэйт из Mirror's Edge, отличилась, во-первых, тем, что выращивала собственных демонов, превращала морпехов в ревенантов, выращивала в демонические телеса механизмы и разное оружие, всё в таком духе. Во-вторых, она руководила постройкой Аргент-башни, сооружение, которое вытягивало энергию из колодца и передавало её на землю. Аргент-башня, как выяснилось, была построена по чертежам, найденным в аду, и, помимо того, что передавала Аргент с небес на землю, служила также мостом, по которому демоны проникали на Марс. Такова предыстория. История куда короче. Мы, будучи палачом Рока, просыпаемся в своём саркофаге, крошим черепа демонов, потомственных и натурализованных, и отыскиваем офис мистера Хайдена. Хайден без спроса прикрепляет к нашему суперкостюму, в котором мы ещё аж с древних времён сражаемся с нечистью, специальный телепортатор, якобы для того, чтобы при необходимости выдернуть нас из недр Ада обратно на поверхность Марса. Задача такова. Деактивировать колодец, чтобы обесточить портал из Ада в наш мир. Для этого нужно а. Найти древний артефакт под названием Гарнила, и б. Упокоить души тех самых аргент-днуровских призраков, ритуально проткнув Гарнилом их распятые останки. Как ни странно, в соответствии с этим планом мы и действуем. Отправляемся в ад, убив созданного Оливией кибердемона, и вырвав из его груди артефакт, который нас туда и телепортировал, с боем отыскиваем Гарнила, освобождаем Гарнилом от плена души призраков, и встречаемся с финальным боссом. Оливия пирс, слишком поздно разочаровавшаяся в своих адских партнёрах. Её поглощает бездна и выплёвывает обратно в виде гигантского киберпука, последнего и самого сильного противника в игре, знакомого нам ещё с самого первого классического дума. Примечательно, что Оливия и при жизни была похожа на паучиху с этим своим субтильным телосложением и экзоскелетом, удерживающим её на ногах. Колодец запечатан, Оливия уничтожена, мистер Хайден возвращает нас обратно на Марс. Всю игру мы, конечно, думали, что Хайден окажется злым предателем, и всё время ждали подвоха, а подвох всё не наступал, и уже поверили было, что этой банальности тут не бывать, что Хайден всё-таки нормальный мужик, как хрен вам. Спасибо, говорит Хайден, за помощь с демонами, но я всё-таки продолжу эксперименты с Аргентом и с Адом. Аргент, мол, нужен человечеству, а ты, дорогой палач Рока, шагай по добру, поздорову, ну и отсылает нас неизвестно куда, примерно как Джимен в конце Half-Life 1, прозрачно намекая при этом, что мы ещё встретимся. Конечно, встретимся, и наверняка найдётся простой силовой способ решения всех проблем, и обойдётся человечество без стреклятого этого Аргента, и наваляем мы ещё Сэмюлу Хайден, но и встретимся с главными злодеями Ада, подстрекавшими Оливию Пирс к диверсии на Марсе, и заработает ещё Бетеза на пару с id Software денег на новых сюжетных DLC. Друзья, обратите внимание, что на канале есть также видео и о сюжете всех предыдущих частей Doom, включая мобильную версию игры и прочую экзотику. Ссылка есть в описании под видео. Спасибо, что посмотрели. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok